Привет, я Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой сегодняшний гость и его церковь — это предшественники или предвестники славы Бога на земле. Эта слава Господа Иисуса изменит человечество. Как именно, смотрите далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Сегодня с нами Тодд Смит, пастор и очевидец пробуждения на севере Джорджии. Скоро мы с вами поговорим об этом пробуждении более обстоятельно. Тодд, ваша супруга Карен, является библейским учителем вашей общины. Она пригласила вас преподать одно учение. А вы согласились сделать это, но потом вы очень удивились, что это было. Господь посетил нас. Жена просила меня приехать в обучающий центр нашего служения и учиться о пробуждении и быть их инициаторами. В тот вечер мы изучали Браунсвильское пробуждение. Я бывал в Пенсаколе 10 раз. Я рассказывал о своих переживаниях. На 15-й минуте рассказа «Бог вошел в комнату». А как все это происходило? Поподробнее. Я не видел и не чувствовал его. Я не видел облако, но обстановка в зале для занятий изменилась. Она полностью изменилась. Я поднял голову и увидел, как примерно 25 или 30 наших студентов в зале встали из-за столов и распростерлись на полу. Они плакали и каялись перед Богом. Слава Господа Бога оставалась в зале для занятий минут 30. Эти полчаса прошли, и слава снова ушла. Мы изменились после этого. Итак, вы прибыли в Браунсвиль в следующее воскресенье. А вы увидели феноменальное. Тот, что же произошло на богослужении в то воскресенье. Я едва дождался его. У меня были большие ожидания. Но собрание было обычным и непримечательным. Всемогущий Бог не проявлял свою славу. И скажу честно, я был очень разочарован. Прошел год, и знаете что? Произошло? Ничего. Пожалуйста, расскажите и об этом тоже. Я нашел ответ в 11 главе Евангелия от Марка. Я жаловался Богу. Ты проявил силу на занятиях. Господь, мы не видели проявления Твоей славы целый год. Знаете, в 11 главе Евангелия от Марка написано следующее. И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и осмотрев все. Когда славный, достойный хвалы Иисус зашел на наши занятия, я понял, что он окинул взглядом всех наших студентов и нашу церковь. Он посмотрел на обстановку, измерил духовную температуру и оценил наши возможности. Он как бы говорил, а сможете ли вы устоять в моей славе? Он ожидал один год, подготавливая нас к большему и к лучшему. Он хотел показать нам большую славу, ведь мы хотели принять ее. Вы пытались обнаружить Бога, но вы разочаровались вплоть до того, что стали винить себя в том, что ничего не происходит. Что вы говорили? Именно так я и думал. Два года назад я призвал церковь поститься. И вот ничего не происходит, и я разочаровался. А у вас большая церковь? Нет, маленькая. 85% нашей общины участвовали в посте. Одни постились от соцсетей, другие от еды. Они пили только сок. Люди постились и вошли в молитвенную комнату искать Бога. Я был разочарован. Вы понимаете, во время поста я увидел огонь на воде в крестильной купели. Это продолжалось 10 секунд. После этого вода исчезла из купели. Я действительно видел воду и огонь. И Бог сказал мне, «Тот, я собираюсь крестить моих людей во Святом Духе и в огне». После водного крещения они встанут, и на них сойдет огонь. Бог дал это видение посреди нашего поста. Я был так расстроен из-за отсутствия ощутимой славы Господа. После Его первого мощного прихода к нам. Я был так расстроен, что я просто пришел на собрание штата и уволился из своей церкви. Я больше не мог этого переносить. Вот так я был разочарован. Что, после видения у меня не было точки опоры? Я не понял значения славы. Я не знал, что стану частью мирового пробуждения через несколько недель. Разочарование давило меня. За день до увольнения я вошел в комнату, но не включил свет. Я поднял руки и сказал, «Боже, я сдаюсь». Ну, а потом я озвучил просьбу руководящему персоналу об отказе служить их пасторам. Просто отказался. Затем помощник пастора поговорил с евангелистом. Он сказал что-то необычное. Что именно? Пэту Шацлайну приснился сон. Я не знал его, но он знал моего пастора. Он позвонил ему и сказал, «Я видел сона пастырей с твоей командой. Я видел его в темной комнате». Он поднял руки. Он сдался. Пэт положил телефон на стол и представился, «Я не знаю вас. Мне приснился сон о вас. Я видел, как вы сдаетесь. Бог попросил меня сказать вам, не сдавайся. Не сдавайся». Осталось две недели до начала духовного движения Господа, величайшего движения из тех, о которых я свидетельствовал. «Две недели я был расстроен, разочарован и не понимал дела и пути моего Господа». Тот, чудо, о котором вы рассказали, не закончилось. Чудеса начали случаться со стремительной скоростью. Пожалуйста, расскажите об этих чудесах. В данное время наша церковь принимает более мощный поток славы Господа. В эти месяцы мы свидетельствовали о прозрении слепых, о возвращении слуха. Сид, мы собственными глазами видели Божьи чудеса во время погружения наших прихожан в купель для водного крещения. Семья девятилетнего парнишки Рида слышала о чудесах на этом пробуждении и движении Господа Бога. Семья и этот мальчик по имени Рид приехали к нам из Делавера. Они ехали 12 часов вечернее и ночное время, потому что этот мальчик почти ослеп. Он видел не дальше 20 сантиметров перед собою. У нас есть видео о его крещении, как это было. Сейчас вы видите отрывки с этого крещения. О, да, я смотрел его. Рида окунули в воду, а потом его подняли. Когда он протер глаза и уши, чтобы избавиться от воды, у него открылось зрение. Этот чудесный мальчик стал видеть левым глазом. В одной из церквей была сестра. Она нуждалась в замещении тазобедренного сустава. Она пришла и крестилась. Иисус встретил ее в емкости для крещения. На следующий день она пошла ко врачу, чтобы убедиться насчет замещения. Врач сказал, мы не знаем, что произошло, но у вас здоровый сустав. Вот одно из моих любимых чудес. В церковь зашла женщина, у которой лейкемия. Она потеряла 20 килограммов, не могла есть и пила напитки для возбуждения аппетита. Она пришла принять крещение. Она крестилась. Потом эта сестра сдает тест. Затем врач звонит ей и говорит, здесь что-то не так. Что-то не так с нашими приборами. Пожалуйста, приходите к нам снова, и мы сделаем позитронно-эмиссионную томографию, потому что у вас вообще-то рак. Вы правы, у меня лейкемия. Сдайте тест. Она приходит к ним и сдает тест опять. Повторный тест. И в этот раз аппарат не выявил никаких признаков рака. Абсолютно никаких. Все признаки рака, признаки лейкемии, исчезли, потому что она повстречалась с Иисусом-целителем во время водного крещения. А вот что происходит на наших собраниях, когда приходит Господь. Это имеет отношение к вашему баптистскому воспитанию. Вы ярый сторонник медицинского подтверждения исцелений. Я никогда не забуду знакомство с женщиной, которой сделали позитронно-эмиссионную томографию. Сколько у нее было следов опухолей? 50 раковых образований, которые обнаружили через томографию. 50. А что показала повторная томография, проведенная после водного крещения? У нее не было образований. Когда мы вернемся, тот помолится о том, чтобы Бог начал являть свою еще более великую глобальную славу в вашей жизни. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Пастор Тодд, вы утверждаете о том, что христианская молитва – это наш долг и необходимый духовный вклад. Что это означает? В начале пробуждения я не знал, что мне делать. Я не знал, как удержать славу. Я следовал за движением Духа, которое наблюдалось три недели. Но потом уходило. Я знал, что мы жили в чем-то необычном, потому что ощутимая слава Великого Господа оставалась в здании нашей церкви. Мы входили туда и склонялись под весом славы Господа и стояли перед лицом святого. Я связался с Джоном Килл Патриком из Ассамблеи Бога и попросил его помочь мне и дать совет, как сохранить Божью славу в церкви. Следуйте Христу и Его Слову. Советы Джона изменили меня. Он сказал, Тодд, вам нужно молиться. Молитва — это как вклад, который ты вносишь в духовную жизнь. Поэтому, когда ты начинаешь служить, и люди с нуждами входят в церковь, то у тебя есть счет, с которого ты снимаешь и восполняешь нужды людей. Итак, мы сеем в дух и пожинаем через Духа. Это источник наших сил. Сила есть не только в проповеди и песнях, но и в поиске Христа. Вам нужно проводить очень много времени в молитве. Мы как церковь молимся вместе пять раз в неделю. Мы собираемся вместе, но мы не просим Бога исцелить людей. Что мы делаем? Мы ищем Божьего лица. Мы бежим за Ним. Мы говорим, наполни церковь своей славой. Мы отдаем власть тебе. Теперь у тебя есть доступ ко всем кабинетам. Мы просим тебя, приди и сделай то, что ты делал когда-то в Библии. Да будет воля твоя, Божия, но не наша. Потом мы просим Господа, исследуй наше сердце. Очисти нас от того, что огорчает тебя. Мы хотим целиком и полностью полагаться на тебя. Пастор Тотт, в чем заключается разница между посещением Господа и Его вселением? Между ними большая разница. Посещение можно сравнить с приходом уборщицы помещений, наводящей чистоту в вашем доме. Она наводит порядок в доме для прихода визитеров. Она убирает грязь и пыль из-под мебели. Она чистит шкафы. Она расставляет вещи по местам и закрывает двери. Она скоро уйдет, но она оставит хорошее впечатление. Вселение — это другое. Вы сдаете комнату в аренду человеку, который решил поселиться к вам на полгода. Тогда это не визитер, а жилец. К посетителю вы относитесь не так, как относитесь к жильцу. Здесь большая разница. Чего же хочет Бог от нас? Вы понимаете, наш Небесный Отец не желает, чтобы мы наведывались к Нему раз в неделю в церковь, а потом шесть дней мы бы жили так, как сами того хотим. Дело в том, что Бог ищет особую обстановку. Он ищет общество, где Ему нравится, где Он может поселиться на долгое время. Тогда Он приходит, распаковывает свои чемоданы и вселяется. В этом состоит разница между этими словами. Я хочу кое-что уточнить. Когда Бог вселяется туда, где живет человек, верующий в Господа Иисуса Христа, то относится ли это к местам, где человек работает, ходит в школу или развлекается? Вселяется ли Бог во все области или только в дом и церковь? Мы, так сказать, делим Бога на пространство. У нас есть церковно-духовная жизнь, а остальная жизнь — недуховная. Но когда приходит слава Божия, и Всевышний посещает тебя, то это посещение изменяет все. Ты развлекаешься по-другому, ты общаешься по-другому и становишься избирательным к просмотру каких-то вещей. Ты узнаешь о том, что печалит Духа. Многие христиане развлекаются, занимаясь грехами, из-за которых Иисус когда-то пошел на распятие. Когда Христос входит в церковь, и ты видишь Его в чистоте, Его святости, это влияет на твое сердце. Теперь ты не служишь, мысленно ставя себе галочку за добрые дела. Теперь ты служишь Ему из любви. Ты хочешь любить Его по-настоящему. Ты молишься, «Боже, пусть во мне не будет ничего, что обижает тебя, потому что ты любишь меня». Я понял это только со временем. Покаяние — это очень важно. Если сейчас Иисус приглашает вас отдать жизнь Ему, то давайте помолимся об этом вместе. Итак, друзья, вы когда-нибудь принимали Господа и Спасителя Иисуса в свое сердце? Пожалуйста, повторите эту молитву вместе со мною вслух. Прошу вас сделать это вслух и искренне от всего сердца. Скажите, «Боже, я грешник, прости меня. Я верю, что кровь Христа омывает меня от греха. Теперь я чист. Дорогой Господь Иисус, я чистый. И поэтому приди ко мне и живи в моем сердце. Ты мой Спаситель, и теперь ты Бог всей моей жизни. Небесный Отец, пожалуйста, помоги мне познавать Тебя и в будущем. Во имя Иисуса. Аминь. Тот, вы знаете, слава Божия так сильно проявляется сейчас в студии. Расскажите нам три принципа, которые помогут нам испытать славу Бога в своей жизни. До того, как мы увидели славу Бога в церкви, Бог обратил мое внимание на этот стих. «Сердце мое говорит от Себя, ищите лица Моего, и я буду искать лица Твоего». Давид был могучим и богатым царем с очень сильной армией. Однажды царь Давид перестал искать Божье лицо. Он знал Бога как защитника и обеспечителя. Но Бог напомнил ему о том, чтобы тот оставил все дела и искал Божьего лица. Давид понял свой промах и сказал, «Я буду искать Твое лицо». Господь сказал мне во время церковного поста, «Не ищи ничего, не проси обеспечить вас деньгами и исцелить вас. Ищи только мое лицо». Я пастор, и я перестал это делать. Я проявлял любовь к Богу, проповедуя и занимаясь душепопечением. Но я не искал Бога. Это поможет вам принять Божью славу. Во время поста мы молились о проявлении силы Бога. Мы сказали, «Покажи свою славу, делай здесь все, что ты хочешь». Бог побудил нас молиться еще кое о чем. Помоги нам стать более святыми. И тогда мы увидим, кем мы являемся в Господе Иисусе. Он ответил нам, «Я считаю, что это приведет вас к Его славе. Ищи Бога и стремись только к Нему. Взывай к Нему, покажи свою славу. Покажи мне то, что оскорбляет тебя. И я обязательно избавлюсь от этого». Это и есть путь к Божьей славе. Тот. Посмотрите в камеру и помолитесь кратко о высвобождении славы и о том, к чему Бог двигает вас сейчас. Я просил Бога. Год назад я просил Его умножить Его славу. Святой Дух сказал мне, «Сокрушайся предо мною». Чем больше я сокрушаюсь перед Богом, тем больше славы Он явит мне. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь. Пожалуйста, смиритесь перед Господом Иисусом. И прямо сейчас лягте на пол, лицом вниз. Увидьте себя перед лицом любящего, драгоценного и милосердного Спасителя. Пожалуйста, откройтесь Ему полностью. И тогда Его слава наполнит вас. Она придет к вам. Мы живем в важное время. Господь желает излить Свой Дух на вас. Я благословлю вас. Я благословляю вас большей славой. Мы не будем хвалиться и хвастаться о Собой. Бог, действуй через нас. Неси исцеление больным людям. Делай это через нас. Господи, пусть люди увидят невиданные проявления Твоей славы. Твою полновесную славу во имя Твое. Во имя Иисуса. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. За эти 50 лет я обнаружил впечатляющие сверхъестественные секреты, которыми я хочу поделиться. Зная эти секреты, вы сможете шагнуть на территорию сверхъестественного. И сделать это очень быстрым. Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске нашей программы. Вас гнетут обстоятельства. Вам нужно духовное пробуждение. Вам нужна помощь, ободрение, мотивация, вдохновение и прорыв. Благодаря приложению ISN вы сможете каждый день смотреть наше круглосуточное онлайн-обещание. Также вы получите доступ к 700 новым и архивным эпизодам программы «Это сверхъестественно». Узнайте, как другие люди встретились с Богом и получили свое исцеление. Скачивайте бесплатное приложение ISN. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Будни монотонны. Нам сложно найти вдохновение, чтобы искать Бога и чудеса среди суеты. Смотрите нашу телесеть ISN каждый день. Смотрите 700 выпусков передачи «Это сверхъестественно». Эти передачи посвящены встрече с Богом, чудесам и исцелению. Учитесь жить сверхъестественно. Загрузите наше приложение абсолютно бесплатно. Сеть ISN работает специально для вас. Болезнь приводит нас к разочарованию. Новости вселяют в нас страх и тревогу. Вы нуждаетесь в силе? Учитесь размышлять над Божьим Словом. Мы предоставим вам стихи, которые принесут мир, надежду и ободрение. Этот справочник поможет вам расти в вере, поможет вам познать Господа Бога и исцелит вас. Загрузите книгу Сидорота по этой ссылке бесплатно. Заходите на наш сайт сегодня.